Международная ассамблея художников «Пластовская осень» подарила множество незабываемых моментов для любителей живописи. Одним из них является открытие в Музее Пластова партнерского проекта «Пластов-Леонов-2 космоса». Грандиозный проект смог объединить совершенно разные темы. У них есть точка соприкосновения. Это живопись. И художник Аркадий Пластов, и космонавт Алексей Леонов, они передавали красоту родного края с помощью изобразительного искусства. Несмотря на то, что Аркадий Пластов у нас профессиональный художник, академик, народный художник СССР, вот мы так вот нестандартно их соединили. Есть в этих картинах, несомненно, еще одна связующая нить – любовь к родине, любовь к своему делу жизни. Надо, чтобы человек неприходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймет он эту удивительность, громоподобность бытия, на все его тогда хватит. И на подвиг в работе, и на защиту Отечества. Так писал Аркадий Пластов. Каждой клеточкой тела мы ощущаем эту громоподобность бытия в его картине «Урок ботаники». Ее предоставил Государственный музейно-выставочный центр «Росизо». Она была завершена в 1939 году. На картине изображена молодая учительница под ярко-красным зонтом. Окруженная галдящими детьми. А вокруг – солнечный летний день, опушка леса и цветы. Экспозицию дополняют многочисленные этюды из собрания семьи Пластова, которые помогают понять, как скрупулезно создавалась картина. Автор обращал внимание на каждую деталь. Мы сейчас говорим о научном искусстве. Вот такие оптические эксперименты, собственно, Пластов ставил. Но они для него были побочными. Главное было картину написать, конечно. И его любовь невероятная к красному цвету. Вот этот контраст красное-зеленое. То есть такую напряженность вряд ли кто из художников мог себе позволить. Вторая часть выставки, показывающая картины космонавта Алексея Леонова, получила поддержку фонда президентских грантов в год 60-летия первого полета человека в космос. Эти работы в конце своей жизни автор передал Музею космонавтики. В этом зале также можно увидеть настоящий скафандр космонавта модели Ястреб, аналог, в котором летал Леонов и совершал свой первый выход в космос. Также здесь есть коллекционные значки и открытки. У него было две мечты. Он очень хорошо рисовал, он хотел быть художником. Прямо... И при этом ему очень хотелось летать, он хотел быть летчиком. И когда он, видимо, взвешивал с родителями вот эти две такие жизненные траектории, Алексей Архипович выбирает быть летчиком, военным летчиком. А при этом он все равно остался художником. И, собственно говоря, писал всю свою жизнь. Однако первым шагом к реализации проекта «Пластов Леонов и два космоса» стало создание во дворике Музея Пластва «Мурала Игоря Флая» и Яна «Диалог Инсайт». Они за неделю превратили стену, сооружённую домом печати, в произведение искусства, на которое мы можем увидеть портреты Пластова и Леонова.